Друзья, давайте теперь разберем нюансы в нашей работе. Как говорится, мелочи не существуют. Мой дед говорил, в любом деле ищите нюансы, у них будет ваша филигранность. Ваше отличие от других, так скажем, специалистов, которые не обращают внимания на детали. Детали они как раз и делают вашу работу красивой. Значит, смотрите, когда мы проводим вот так вот стежки ребром ладони, наша цель не просто вот эту паралитобральную мышцу разогреть, не по ней мы вводим, а именно в ямочку попасть вот здесь, между ассистными отростками и паралитобральную мышцу, чтобы ее немножко отодвинуть от отростков. Потому что там бывает, она иногда наплывает прямо на них. Вот именно мы отодвигаем, поэтому рука наша чуть-чуть под углом вот так вот туда, чтобы толчок был. Доходим обязательно вот до туда. Почему? Потому что трапеция верхняя, она не только идет вот вниз, она еще захватывается вот туда, заворачивается и крепится к ключице. На одну треть ключицы вот с этой стороны она крепится. Далее, когда мы растираем вот так вот, техника роллинг, поднимаем трапецию снизу вверх, то желательно, вот смотрите, подхватывать ее как бы сниже, да, не просто напрямую вводить рукой, а техника роллинга, она позволяет ее снизу приподнять. И это даже приятно бывает для людей, они кайфуют от этого движения. Если мы растираем быстро энергично, да, желательно нам побольше передать энергию в тело человека, то делаем это не только поверхностно вот так вот, да, вот одной рукой вообще делают, опять же, двумя руками. Во-вторых, желательно движение, чтобы ваше шло от мизинца до локтя, так вот оно длиннее, понимаете? Единственный нюанс, смотрите, чтобы ваше остриео локтя не коснулось остистых отростков, помимо ударить, это будет очень болезненно. Понятно, где бывает, например, выпирающий. Поэтому диагональ, смотрите, вот так, чтобы оно не касалось здесь, да. И не ударялось вы рукой в его руку, ему будет тоже неприятно, да, или в столк не ударяете, да. Чтобы не ударяться, движение идет туда, в кулак рука сжимается, назад распрямляется. Туда в кулак, ой, в кулак сжимается, назад распрямляется. Показываю, делаем быстро, энергично. Видите, я его как бы не касаюсь. Да, можно руку свесить. Просто вот я не касаюсь. Это движение шире получается, видите. Когда мы делаем выжимку, но вот некоторые прям берут и по одному и тому же месту выжимают, какое-то короткое такое движение. Нет, вы поймите, это же мы работаем с лимфой. Лимфа обильно, ее сосуды обильно находятся вообще во всех тканях. И самых глубоких тоже. Поэтому, как можно, вот эту зону нашу всю надо проработать, да. Вот берем плот, а видите, ликодицы сверху, не снизу, а сверху. По греблям, по значимой кости уводим вот туда. Большим пальцем ее помогаю, видите. Здесь мы снизу берем вот полоску. И ведем ее не до сюда, а прям до лопатки. И вместе с лопаткой вот туда, под мышечную впадину. Видите, там туда ныряли. По верхней части мы ведем с утяжелением, конечно, да. Но небольшим пальцем ведем. Большой палец по-любому, по площади меньше, чем ладонь, да. Лучше ладонь возьмем вот так вот. И вводим лимфу вот туда. Как ключица. Тут сюда вот сосуды выходят вот сюда, в подключичную ямку. Так. Ну и, соответственно, растирание. Растирание, пиление, да, оно наиболее эффективно, когда у вас руки как можно ближе к себе. То есть вы свое трение еще передаете туда. То есть это будет еще эффективнее. Теперь обратите на мой таз. Видите, мой таз шевелится туда-сюда. То есть как на вот этом диске, мы открутимся, да. Мы помогаем себе облегчить движение рук, чтобы руки не уставали. За счет движения корпуса. То есть корпус мы помогаем себе двигаться, понимаете. Вот я с ладони перешел уже на предплечье. Тоже не параллельно работает. И корпус мы помогаем себе двигать. Корпус мы помогаем себе двигаться вот так, когда мы стежки делаем, да. Вот он, куда-то, отмахивая назад. То есть движение более энергичное. И за счет корпуса, ну, во-первых, наши руки меньше устают. Во-вторых, мы как бы постоянно, получается, занимаемся физкультурой. Как будто бы пришли в фитнес, да. Сами поупражнялись, сами получили для себя пользу. Не только человека пользу вы достали, да. Но и сами все свои мышцы растянули. Видите, это же растяжка. Это же наша тоже растяжка. У нас тоже тянутся и широчайшие мышцы, и косые мышцы, понимаете. И квадратные мышцы вот эти вот тянутся. То есть мы сами упражняемся для того, чтобы не получить самим себе спазм после работы. У меня там даже есть такой курс, как накачаться с помощью человека на столе. То есть используя его руки, ноги, да, сами себе качаем. Бицепсы, там, трицепсы, спину. Ну, об этом я еще в следующих видеороликах расскажу. Так, какие еще нюансы? Ну, вот как найти, например, группу ягодичных мышц? Вот вертся, вот косточка прям, да. Если на нее положить руку, вот так вот, то как раз все пальцы максимально широко расставили, да, то как раз мы попадаем, вот это вот начало, здесь кость, от кости вот мякоть начинается, начало грушевидной мышцы, вот это тоже нащуплю уголок. Это вот идет большая ягодичная мышца, вот идет средняя ягодичная мышца, и вот малая ягодичная мышца. Прямо конкретно мы в них попадаем. И когда мы их тестируем, то, соответственно, вот эти точки поперек мышц. Они там прямо так и будут ощущаться, по ощущениям ваших подушечек и пальцев, да, что вы как будто перекатываете через какие-то вот такие тяжи, веретенцы такие вот. Ну и, соответственно, я уже говорил, да, в основном мы проверяем место крепления мышц с одной стороны, с другой стороны вокруг вертела, и по центру. И массируем, когда мы будем кулаками, то же самое. Массируем вот место крепления с этой стороны, место крепления сверху, место крепления по центру, по центральной линии. Ну, забегая вперед, опять же скажу, что для кулачковых техник мы опять же делаем движение сверху в сторону паховой зоны, опять же для лимфы. То есть у нас лимфотребражный массаж, он включен уже в этот массаж, его не надо отдельно делать, да. Вот сюда уже включен. Так что вот, друзья, мотайте на ус, записывайте на подкорку вашей черепной коробочки, да, и, соответственно, лучше приходите сюда. Здесь мы вам поставим руки. Олег Калаф Гуден вас всему научит. Элла слушает здания.